Эфир телеканала ННТ продолжает. Новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Начали короткого. Благие деяния ценятся высоко. За 30 дней дагестанцы провели рекордное число благотворительных акций и мероприятий. Дербентские деревья с немецкими корнями. В Дербенте высаживают взрослые деревья из знаменитого немецкого питомника. Вот и подошел к концу священный для мусульман месяц Рамадан. За 30 дней дагестанцы провели рекордное число благотворительных акций и мероприятий. Итоги подвел наш корреспондент Хамзанур Магомедов. Слово ему. Шатер был сердцем благотворительности месяц Рамадан. Его установили во всех городах и районах республики. Только в Махачкале он накормил более 100 тысяч постящихся. Цифра в 100 тысяч постящихся это каждый день, если брать в масштабах всего Дагестана. Одни из крупных львтаров прошли в Кизелюрте, Буйнакске и Дербенте. Коллективные разговения были организованы в других городах и районах республики. Благотворительные акции присоединялись как простые люди, так и меценаты, чиновники и даже люди других конфессий. Сила Дагестана, сила дагестанского народа, сила религии в единении. Крупные мероприятия прошли в духовном центре. Почти каждый день внутри строящейся жемчужины Дагестана, мечети имени пророка Мухаммада. Собирались тысячи жителей разных районов и наций. В таком месте, в такой месяц барракатный для всего Дагестана. Муфтият охватил такими ифтатами весь Дагестан. Я специально приехал на это мероприятие с утра. Я находился в другой республике Северного Кавказа. Узнав об этом мероприятии, приехал, чтобы быть рядом со своим народом. Мне очень приятно здесь находиться, видеть такое сплочение. Помимо этого, на дорогах республики сотни волонтеров раздавали финики и воду. В этой акции приняли участие студенты, полицейские и первые лица республики. Только фонд Инсан раздал за этот месяц более 350 тысяч бутылок воды с финиками. В этот благословенный месяц раздали также более 15 тысяч коробок добра. Это продукты первой необходимости. Их получили около 6 тысяч нуждающихся семей. Пусть счастье, которое сегодня вы принесли в мой дом, будет и в ваших домах. Пусть ваше здоровье будет крепким, чтобы вы и дальше могли продолжать добрые дела. Дай Аллах вам здоровья, счастья в личной жизни, чтобы все было у вас хорошо. В акции отдельно принимали участие спортсмены, блогеры, артисты и другие медийные люди. Они закупались в магазине продуктами и отвозили их в дома нуждающихся. Брошенная женщина и брошенная не одна, а с детьми. И не один, не два, а трое детей. Дети-инвалиды. В священный месяц помимо шатров еду на разговение доставляли прямо до дома в различные организации. Например, Ифтаром угостили сотрудников скорой помощи. Детские дома и дома престарелых не остались без внимания. Подарками и аниматорами обрадовали и маленьких тяжелобольных детей. Больных онкологией. Он будет ждать, как ты будешь бороться с температурой смотреть. Хорошо, будешь маму слушать? Красотик. Одно из крупных мероприятий прошло накануне Дня Победы и Праздника Ураза Байрам. Республиканский фестиваль в конно-спортивном клубе «Ватан». Выставки, представления, аниматоры, розыгрыши, но и самое зрелищное – конные скачки. Ну а самое значимое для Дагестана событие состоялось в Цумадинском районе. Тысячи верующих в благословенный месяц Рамадан увидели частичку самого посланника Аллаха, мир ему, его святой волос и личные вещи. Нет слов дальше. Вообще спасибо большое. Вот так вот привезли, вот так вот можно женщинам пойти, посмотреть, увидеть вот это все, сабля, вот это все. Этот месяц был насыщен событиями, добрыми делами как отдельных людей, так и целых организация. Рекордные цифры благотворительности, тысячи счастливых улыбок. Нельзя забыть, конечно, и о закате, то, что фонд «Инстан» именно в месяц Рамадан в приеме распределения заката Аль-Фитра и основного заката четвертого столба ислама. В течение всего месяца Рамадан фонд распределил более 15 миллионов рублей. Это тоже несколько тысяч семей, которые получили помощь именно в месяц Рамадан. Дагестан не перестает удивлять своей сплоченностью, щедростью и добротой нрава. Огромное спасибо этому фонду за то, что вы так поддерживаете репутацию Дагестана на высоком уровне. Это на самом деле здорово. Хочу отдельные слова благодарности выразить в адрес мной многоуважаемого муфтия, шейха, махачи, который нас всех объединяет, создает такие условия, чтобы мы могли быть полезными друг другу. Я вам горжусь, алхамду лиллах. Я очень рад тем, что у нас такой сплоченный джамаат. Дай Аллах вам долгих лет жизни, здоровья, благополучия. Хамзанур Магомедов, Ислам Хариков, Мурад Микбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Милосердие, любовь и сострадание друг к другу – это про ислам и его последователей. Много лет на земле Дагестана возносят мольбы за братьев и сестер по вере. К этому призывают духовные наставники. Так, во время очередного ифтара в дагестанских огнях, председатель муфтията Дагестана Шамиль Алиханов совершил дуаз за притесненных братьев по вере, за тех, кто накануне погиб в школе в Казани, и посоветовал землякам искренне молиться за всех мусульман и сострадателей. К нам поступают печальные новости, что наши братья и сестры в эти священные дни и ночи подверглись нападкам со стороны недругов ислама. Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах сохранил всю исламскую уму от всех нападков. Мы просим Аллаха, чтобы Аллах вернул их обычной жизни. После убийства школьников в Казани, Министерство образования и науки Дагестана призывает все образовательные организации республики повысить меры безопасности. В зоне особого внимания педагогов и классных руководителей должно быть психологическое благополучие учеников. В случае необходимости дети должны своевременно получить помощь и адресную поддержку. Фонд Инсан отметил благодарственным письмом мецената Арслана Раджабова, который регулярно поддерживает детей-инвалидов. В конце прошлого года благодаря его поддержке стало возможным провести яркое мероприятие для детей из зонкогематологического отделения Республиканской клинической больницы. В священный месяц Рамадан благотворитель также решил порадовать земляков, взяв на себя расходы на организацию шатра Рамадана. Благодаря финансовой поддержке Арслана несколько дней все постящиеся могли собираться на коллективное разговение на территории Центральной Джума-мечети. Фонд выразил благодарность всем своим жертвователям за оказываемую поддержку. Назначен новый руководитель Министерства цифрового развития Дагестана. Им стал Тимирлан Буганов. Соответствующий указ глава региона подписал сегодня. На этом посту Буганов сменил Сергея Снегирева, который освобожден от должности по собственному желанию. В разные годы он занимал должности генерального директора аэропорт Махачкала, заместителя министра связи и телекоммуникаций Дагестана, заместителя министра по земельным, имущественным отношениям и вопросам торговли республики. В Махачкале заработала приемная члена Общественной палаты Российской Федерации Султана Хамзаева. Главной целью работы приемной является обеспечение взаимодействия с жителями Дагестана. Она предоставит нашим гражданам помощь в решении проблем различного характера, в том числе и по линии правозащиты и юридической консультации. Обратившиеся люди также могут рассчитывать на подготовку официальных запросов и заявлений в профильные структуры. В Дербенте высаживают взрослые деревья из знаменитого немецкого питомника. Работы проходят в реконструируемом парке Низамиген-Дживи. Сейчас в Дербент доставляются более 200 саженцев. Среди них грабы и сосны, которым 30-35 лет, платаны, кипарисы и 20-летние тисы. Также привезут маленькие грабы в форме арок, которые создадут тень и летнюю прохладу над шестью беседками. Вокруг фонтана шаровидно высадят тис разных форм. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин